Привет и очень теплый прием по возвращении в сад. Сегодня я поделюсь с тобой тем, что на мой взгляд является самой простой культурой, которую может вырастить любой желающий. При условии, что ты находишься в зонах с третьей по девятую. На самом деле передо мной не так уж много интересного. У нас просто несколько случайных палок, торчащих из земли. Они могут быть немного похожи на подсолнухи. Ты добиваешься своего, если это то, чего ты добиваешься. Вот что это такое, иерусалимские дроссели матр, также известные как солнечные дроссели. И в этом видео я покажу тебе, почему именно я люблю эти удивительные и продуктивные клубни, а также почему ты должен их выращивать. Я нарисовал несколько артишоков, которые, во-первых, являются одной из самых продуктивных озимых культур, которые вы только могли бы вырастить. Обычно вы начинаете собирать их примерно в начале декабря, а я буду собирать их вплоть до конца февраля. Таким образом, у тебя впереди целая зима, в течение которой ты сможешь наслаждаться этими клубнями. Теперь, как ты уже мог догадаться, на самом деле это не такой уж и неприхотливый овощ. Он похож на картофель. Мне нравится ухаживать за ними и обрабатывать почву как можно лучше. Но если ты хочешь быть уверен, что соберешь все клубни, которых может быть много на одном растении, то мой рекорд в этом году составил 1,4 килограмма клубней с одного растения. И если ты не приведешь их все в порядок, то в конечном итоге произойдет то, что они станут немного переполненными, и это скажется на урожайности. Потому что самое хорошее в настоящих самотохоках то, что они являются одним из самых выносливых видов сельскохозяйственных культур, которые вы можете выращивать. Я лично никогда не видел, чтобы они страдали от вредителей. На самом деле в натуральном фермерском хозяйстве Чедама они используют настоящие томатные дроссели для создания натуральных пестицидов и фунгицидов из-за того, насколько они выносливы. И это означает, что в отличие от таких вещей, как картофель, который может пострадать либо от проволочника, либо от фитофтороза, чего никто из нас не любит, мы можем продолжать выращивать настоящие помидоры на одном и том же месте в течение многих-многих лет. Итак, в главном саду, где мы снимаем фильм, мы выращиваем их на одном и том же месте уже около 15 лет. Сейчас на нашем новом участке мы сажаем их здесь уже первый год. И в этом маленьком разделе у меня уже есть полведра клубней. Это безумие. Так что точно так же, как с картошкой, когда ты проходишь мимо и собираешь урожай настоящих томатов, просто постарайся собрать как можно больше клубней. И их трудно не заметить, потому что, если они покрыты грязью, они могут выглядеть точно так же, как, скажем, такой камень. Еще одна вещь, которая приносит огромную пользу настоящим артишокам, и особенно если у вас есть участок сада, где довольно много тени, это то, что вы все еще можете ожидать довольно приличных урожаев от мартишоков перемирия. В среднем я получаю от 4 до 600 граммов на растение в тенистом месте. В более полутенистом месте, подобном этому, я получаю в среднем от 800 граммов до 1,2 килограмма. Таким образом, примерно по килограмму на растение. Если вы устанавливаете расстояние между своими настоящими самотохоками, то обычно вам нужно стремиться к тому, чтобы расстояние между каждым растением составляло около 30 сантиметров, высаживайте его либо по диагонали, либо в траншеях. Таким образом, это означает, что, скажем, на квадратном метре площади вы можете ожидать около 9 или 10 растений, что означает около 10 килограммов пищи на квадратный метр. У нас здесь есть 8 квадратных метров настоящего артишока. Это 80 килограммов. Это огромное количество еды. Итак, в этом довольно тяжелом ведре находятся клубни, которые мы собрали в этом районе, плюс пара растений уже сорвана, так что вы можете увидеть заложенный в них потенциал. Так вот, если ты никогда раньше их не выращивал, то сейчас с января по февраль самое подходящее время приобрести некоторые из этих клубней. К тому же, если у вас есть местная группа по пермакультуре, то гарантированно кто-нибудь вырастет кучу настоящих артишоков. Это отличный способ просто попросить, скажем, 9 или 10 из них, и тогда у вас будет столько же, по крайней мере, к концу сезона. Я выделил здесь идеальный квадратный метр, и я просто скажу, что есть два способа посадки. Там есть либо траншея, что вполне подойдет, если вы растете на краю грядки. Траншею нужно выкопать глубиной около 20 сантиметров, наполнить ее 5 сантиметрами хорошо измельченного навоза или компоста, а затем снова засыпать. Теперь я буду обращаться с каждым из них почти так же, как если бы это был саженец. Поэтому я собираюсь посадить каждый из них в отдельную яму глубиной около 15 сантиметров, но я собираюсь добавить полную пригоршню компоста у основания, просто чтобы придать ему немного больше. Но еще одно преимущество настоящих самотохоков заключается в том, что они все равно будут расти на довольно бедной почве. Раньше это была просто сельскохозяйственная почва, на ней только паслись, и мы положили сверху немного компоста, но мы ничего не положили рядом с клубнями. И у нас все равно был такой урожай. Поэтому сейчас я просто выложу схему сетки, которую я бы рекомендовал на квадратный метр, если вы сажаете это растение прямо в землю у себя дома. На этом квадратном метре мне удалось уместить около 12 клубней для посадки. Затем мне нужно посадить еще 12 таких же клубней, чтобы наглядно показать, сколько пищи вы можете получить, выращивая сок из артишоков. И это всего лишь первый год их выращивания. Теперь я действительно хочу раздвинуть границы того, насколько продуктивными они могут быть. И на всякий случай, если ты наблюдаешь за ними и, возможно, сдаешь их в аренду или что-то в этом роде, не чувствуй себя побежденным, если у тебя не получится вырастить их в земле. Вот что ты можешь сделать. Купи вот такие катки, в которых ты выращиваешь картофель, и можешь посадить по одному клубню в каждую катку. И, может быть, вырастить немного календулы или настурции по бокам. Это действительно простой способ. Они действительно хорошо растут в катках, и это очень полезно. К тому же ты можешь передвигать их по саду, что является дополнительным преимуществом. Одна из других действительно полезных вещей, связанных с тем, как легко их выращивать, заключается в том, что после того, как ты их посадил, по сути, ты просто оставляешь их. Ты оставляешь их до следующей зимы, потому что они растут так быстро, что превзойдут любые сорняки. Теперь ты можешь, если захочешь, немного полить их во время действительно засушливой погоды. Ты можешь мульчировать их скошенной травой. Все это всего лишь дополнительные услуги по желанию. Это действительно, наверное, самый беспроигрышный урожай, о котором я только могу думать. Потому что в тот же день, когда я соберу с них урожай, я могу оставить один из них обратно в землю на том месте, где было это растение, и все. Я не могу придумать ничего проще, чем это, что дает так много пищи. Как сельскохозяйственная культура, это гораздо полезнее в пищу, чем картофель. Я поместил ниже информацию о питании. Но у этого продукта есть один недостаток. Картофель выигрывает при хранении. Вы можете хранить его, если соберете урожай летом, вплоть до февраля или марта, если положите в нужное место. Однако, что произойдет, если вы соберете урожай своих артишоков друзом, так это то, что через несколько дней они начнут высыхать и станут немного мягкими. Так что самый простой способ, если ты хочешь убрать весь урожай с дороги и хочешь все посадить, это выкопать ямку в почве, засыпать ее землей. А затем поставить маркер там, где они находятся. Так что всякий раз, когда мне захочется немного клубней, я могу просто взять их оттуда, и они сохранят свое качество. Есть еще одна вещь, которая мне нравится в том, что я нарисовал несколько артишоков, а именно картофель со свеклой, по-моему, из-за их эстетики. Когда наступит конец лета, нарисуйте несколько артишоков, чтобы создать эти маленькие желтые цветы, похожие на подсолнухи, которые стоят очень-очень высоко, высотой 1012 футов. Я просто хотел бы проводить здесь больше времени в тот период, когда вся эта местность была просто морем этих прекрасных маленьких желтых цветов. Так что они могут очень хорошо работать из-за их высоты, чтобы расти в качестве ширмы, если вы хотите отгородить часть сада во время вегетационного периода. Но просто выращивать их для цветов – достаточная причина, не говоря уже обо всей пище, которую вы получаете. Когда ты что-то выращиваешь, самый главный вопрос – какое оно на вкус? Действительно, некоторые артишоки довольно замечательные. В них есть эта удивительная сладость, эта сливочность, а также эта нежность. И это три замечательных вкуса, которые очень хорошо сочетаются друг с другом. На кухне они действительно универсальны. Я думаю, что лучший способ насладиться ими – это просто засунуть их в духовку и поджарить. Ты можешь немного развлечься, попытавшись, может быть, вернуть их обратно. Ты можешь использовать их для пюре, ты можешь приготовить вкусное пюре, ты также можешь приготовить чипсы из настоящих сырных чипсов. И если ты немного беспокоишься об их побочном эффекте, который может произойти, когда ты их съешь, о котором все знают, и к которому у тебя вырабатывается терпимость. Но я собираюсь изучить эту технологию ферментации топинамбурных артишоков. Я нашел действительно простой рецепт. Я собираюсь попробовать это на этой неделе и приглашаю тебя тоже попробовать. Ниже есть ссылка, по которой можно попробовать. И если ты еще не сделал этого, и ты думаешь о том, как ты можешь максимально использовать свой новый предстоящий вегетационный период, посмотри это видео. Потому что я описываю 10 шагов, 10 универсальных шагов, которые каждый может использовать для создания действительно продуктивного плана посадки. Чтобы вы могли добиться большого успеха и много радости в этом году.